На этой неделе заслуженный ученый, единственный за Уралом академик архитектурно-строительных наук, Леонид Лихович, отметил свой юбилей. В 80 лет он продолжает активную научную и преподавательскую деятельность и поздравления принимал на рабочем месте. Ваше детище, архитектурный факультет, если бы не вы, его бы просто не было. Искреннее отношение коллег и заслуженное признание, пожалуй, самые дорогие подарки для юбиляра. Нельзя не восхищаться вами как человеком. Отзывчивым, мудрым. Вы не только нас вели по дороге производственную, но и помогали простых житейских вопросов, за что вам огромная благодарность. Мы рады с вами встречаться, работать еще много-много лет. Я нашел себя в жизни, я все время делал нужное дело, говорит Леонид Семенович. А это, по его мнению, самое главное для него и как для ученого, и как для человека. Я думаю, что главное в том, что понять, что нужно для дела, что нужно для людей, что нужно для того сообщества, с которым ты работаешь. И когда это понимание приходит, тогда работают все вместе, и тогда дело получается. Изначально выбрав строительную механику, Леонид Семенович остался верен этой науке на всю жизнь. Сфера его научной работы – это теория, но какая? Благодаря трудам Леонида Лиховича в расчетно-теоретический справочник проектировщика, которым пользуются строители, внесен критерий Винкельмана Лиховича, который дает качественную оценку строительных конструкций. Занимаясь проектированием систем минимального материала емкости, ученый решил классическую задачу – создать надежное сооружение наименьшими затратами на материал совершенно не классическим способом. Мне удалось доказать, что вот такие сооружения, вот если так решать задачу, вот эти сооружения обладают рядом особых свойств, и тогда задача заменяется. Тогда задача поиска вот этого минимума заменяется задачей проектирования систем, обладающих вот этими особыми свойствами, которые мы заранее выявили. Леонида Лиховича по праву можно назвать одним из основателей научно-образовательной базы ТГАСУ, поднявший университет на лидирующие позиции среди профильных вузов России. И совсем не случайно именно Томский строительный университет был избран главным вузом в сфере фундаментальных проблем строительства, а академик Лихович руководил общероссийской программой архитектуры и строительства, которая объединила большинство строительных вузов. Сегодня Леонид Семенович продолжает свою преподавательскую и научную деятельность и растет уже новую плеяду молодых ученых, которым предстоит строить будущее в буквальном смысле слова.